Здравствуйте, дорогие друзья! Церковно-славянский алфавит завершается четырьмя буквами. КСИ, ПСИ, ФИТА и ИЖИЦА. КСИ с ФИТОЮ пахнули СЫТОЮ, близок конец учения. А слово СЫТА – это значит сладкий медовый взвар. Начинаем рассматривать букву КСИ. КСИ – это буква очень красивая, она украшает нашу азбуку, передает два звука, КСИ называется, и обозначает число. Для этого мы должны букву поместить под титул, поставить точку. КСИ обозначает число 60. Буква КСИ встречается в очень небольшом количестве слов. АКСИОС – так возглашает архиерей и подхватывает хор, показывая, что рукополагающийся достоин быть священником. АКСИОС – это возглашение при рукоположении, когда наша церковь обогащается, пополняется новыми пастырями. Достоин и в знак Святой Троицы АКСИОС возглашается трижды. Встречается буква КСИ в именах. Например, Максим. Конечно, мы можем понять, что слово из латинского языка – Максим, потому что оно у нас сохранилось в таких словах, как максимальный и обозначает величайший. Есть и другие замечательные слова. Например, АЛЕКСАНДР – это имя и мужское, и женское. АЛЕКСАНДР – что же оно обозначает? Оно из греческого языка и обозначает защитник людей. А если это имя женское – АЛЕКСАНДРА, тогда оно обозначает мужественное. Ещё одно имя замечательное мы напишем с вами – КСЕНИЯ. КСЕНИЯ – это имя с греческого в переводе значит странница. Мы знаем такую странницу, святую, блаженную КСению. Ночами она молилась в лютые морозы на четыре стороны света, а теперь она в Царстве Небесном, в дому своём, в Отечестве, куда она выдворилась, как поётся ей в песнопениях, получила у Господа благодать, молиться за всех людей мира. Приходы святой блаженной КСЕНИИ находятся в разных концах нашей планеты – и на Дальнем Востоке, и на Западе. А в граде Святаго Петра, на могилке КСЕНИИ, на Смоленском кладбище, около Смоленской церкви, которую она тайком строила ночами, многие приходят к КСЕНИИ, чтобы не только её попросить и помолиться, но уже и поблагодарить. КСЕНИЯ предваряет, она слышит наши просьбы. Такой был случай. Один человек, участник войны, по телевизору услышал рассказ о святой блаженной КСЕНИИ и увидел её в косыночке, в скромной, показали по телевизору, и он закричал – это она, она! Он был в войну партизаном в Белоруссии. Вдруг к нему подошла в лесу женщина и говорит – уходи отсюда скорее, а то погибнешь. И вывела его из леса. И он через много лет узнал, что его заступницей была святая блаженная КСЕНИЯ. Особенно КСЕНИЯ любит детей. И особенно она способствует, если к ней обращаться, в учёбе. Помолимся к ней. Святая блаженная КСЕНИЯ, моли Бога о нас. Святая блаженная Мати наша КСЕНИЯ, моли Бога о нас. И вот такая красивая буква КСИ украшает нашу азбуку. Буква ПСИ. Следующая буква греческая, которую мы сегодня разбираем на нашем уроке, она вошла в церковную азбуку. Это буква ПСИ. Буква ПСИ также передаёт два звука ПСС и обозначает цифру. Ставим знак простого титла, точку, и получается у нас СЕДМИ СОТ, а по-русски СЕМЬСОТ. С буквы ПСИ начинает именоваться замечательная книга ПСАЛТЫРЬ, которую мы ещё называем Ветхозаветным Евангелием. Пишем ПСАЛТИРЬ, а читаем ПСАЛТЫРЬ, потому что очень трудно выговорить И между двумя мягкими согласными. Поэтому мы произносим И так принято. Это не ошибка, но писать надо букву И. В старинных руководствах сила существу книжного письма нас предупреждают. ПСАЛОМ ПИШИ ПСЯМИ, ПСИ как бы множественного числа, а не ПОКОЕМ. ПСА ПИШИ ПОКОЕМ, а не ПСЯМИ, а то некоторые неразумные пишут священное слово ПСАЛОМ одинаково с ПСОМ СМЕРДЯЩИМ, не помрачая каллиграфии света тьмою. Слово ПСАЛТИРЬ обозначает музыкальный инструмент. Это его первое значение слова. И тогда это слово будет мужского рода. Во ПСАЛТИРЕ ДЕСЯТОСТРУННЕМ ПОЙТЕ ЕМУ. Если же ПСАЛТИРЬ обозначает книгу, хваление Господу, красных песней Израилевых, тогда, как книга, оно женского рода. А ПСАЛТИРЕ, как книги, наши святые отцы написали много возвышенных слов, потому что она сыграла большую роль в истории нашей православной церкви. Читаем, как говорит о книге святитель Василий Великий. То есть никакие другие книги не славят так Бога, как ПСАЛТИРЬ. Душеполезно есть. За царей и за князей, и за весь мир молит ПСАЛТИРИЮ, ПСАЛТИРИЮ надо читать И, и о себе умолиши. И он сравнивает ПСАЛТИРЬ с Великим морем. А Иоанн Златоустый восклицает, задает риторический вопрос, добрый ли есть оставить и ПСАЛТИРЬ. Вопрос риторический, потому что он восклицает потом, у не солнцу пристать от течения своего, то есть лучше пусть солнце в небе остановится, нежели пристать от ПСАЛТИРИ. И уточнил, все нам книги на пользу, и печаль творят бесовом, то есть бесам, но не яка же ПСАЛТИРИ. То есть с ПСАЛТИРИю не может сравниться никакая другая книга. И призывает нас, да не нерадим, то есть не будем нерадивы в изучении ПСАЛТИРИ. Царь и пророк Давид, ПСАЛМОПЕВЕЦ, начинает ПСАЛТИРИ, первый стих первого ПСАЛМА. Блажен муж, и жене, и динасовет нечестивых, и сразу же ставит человека пред лице Божие. Блажен муж. Кто первый блажен муж в истории человечества? Кто главный блажен муж? Конечно, ПСАЛТИРИ сразу начинает учить о Христе. Господь Иисус Христос подвигоположник, и Он дал нам образец, как вести себя. И Он первый блажен муж. Кто второй блажен муж? Блажен муж второй – это Пресвятая Богородица, потому что слово «муж» не обязательно мужского рода, оно просто обозначает «человек». Второй блажен муж – Богородица, а за ними проходят сонмы блаженных мужей. Это мужи, жены и чадо блаженные. Например, Святая Блаженная Ксения в одной из стихир называется «Мужеумной», потому что она тот самый блажен муж, который не пошел на совет нечестивых. Блажен муж. И Давид сразу показывает нам, как надо жить в законе Господней, воля такого блаженного мужа. За тысячу с лишним лет святой пророк и царь Давид так ярко описал события Нового Завета, что и мы становимся их участником. Днесь, вот это слово встречается в псалтерии, днесь, сегодня и всегда. Мы очень часто так начинаем песнопение христианской церкви, потому что мы не просто воспоминаем какие-то события, но мы и являемся их активными участниками. И вместе с царем Давидом, который задолго до Рождества Христова увидел это Рождество, увидел многие другие события Нового Завета. Особенно ярко в псалтерии нарисован образ Мессии, Христа, помазанника Божия. Псалом 86, где как раз пророчествуется о Рождестве Христове. Первая строчка стиха. Мати, сион, речет. Нам кажется, все здесь непонятно. Речет. В церковно-славянском языке нет кавычек, не оформляется прямая речь. Вот этот возглас мы слышим, как выходной стих на празднике Рождества Христова. Речет. Обратите внимание. Тесьером. А мы уже знаем, что Тесьером это Той, Он. Он скажет. Кто Он? Из предшествующего контекста ясно, что все бывшие язычники, каждый язык, который придет в церковь, вот скажет следующее. Что Он скажет? И мы так здесь должны закавычить, как бы, эти слова по-русски. Мати Сион. Сион мне мать. А Сион это символ церкви. Сион мне мать, скажет каждый приходящий язычник. Потому что в новую эпоху, по Рождестве Христове, и создана была Святая Церковь. Русский народ говорит пословицу. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Обращаемся ко второй строчке. Мы говорим сейчас о том, что Давид пророчествует о Рождестве Господа Иисуса Христа. О Рождестве помазанника Божия Мессии. Вторая строчка такая. Человек и человек, родися в нем. Человек. Мы видим эти слова под титлами, потому что здесь не о простом человеке говорится. И человек еще раз повторяется, потому что повторы есть усиление мыслей. И повторами, как поэтическим приемам, царь Давид очень активно пользуется. И они сохранены в переводах славянской псалтыри. Человек и человек – это не простой человек, а Бога-человек. Он родился, указывается, географическое место рождения Господа, близ Иерусалима, на Сионе. Здесь ставится двоеточие, потому что стих не закончен. И, наконец, мы переходим к третьей, самой трудной для понимания части стиха. И той, той – это он, и, конечно, здесь имеется в виду тот родившийся особенный человек, основа, основал и, а из контекста видно, что он и основал этот Сион, то есть церковь святую. Это очень архаическая форма, местоимение и, значит, его. И он основал его, вышний. Нам, чтобы понять связь этих слов, нужно ставить «как». Взять подпорочку, служебное слово. И он основал его, этот Сион, эту церковь святую, как вышний Бог. Царь Давид пророчествует о церкви Христовой, о Богородице и о каждой христианской душе, как невестах Христовых. Вот три разных предмета, три разных вещи. Церковь Христова, Святая Богородица и душа человеческая. Все они называются царицами, потому что душа есть царица, если человек царствует над своими грехами. И все они уневещиваются Христом. И в 44-м псалме говорится о прекрасной невесте, которая сочетается браком с прекрасным женихом, с самим Господом. Представь, царица, десную тебе в ризах позлощенных. А ризы позлощенные – это добродетели церковные, красота церковная, это добродетели Богородицы Пресвятой, и это добронравие каждого человека, каждой души, которой он духовно нарабатывает. В обычном человеческом смысле мать и дочь разная. А вот в духовном смысле мать и дочь – это одно. Пресвятая Богородица – она и дочь Божия. Слышит щи и вишть восклицается в этом же псалме. Она же и мати, потому что мати Сион – это не только церковь, но и Пресвятая Богородица, которая есть нам мать. Очень трудно постигаются все эти смыслы, но когда человек читает псалтырь, то это все постепенно укладывается в голове и не вызывает никаких противоречий. Наоборот, дает такую широту мышления. Святые отцы в древности говорили, что псалтырь должны знать наизусть все священники, монахи, а также и монахини, всем сестрам повелевалось в древних монастырях знать псалтырь наизусть, а также и девушкам, которые собираются замуж. Если они не пойдут в монахини, тоже святые отцы рекомендовали знать псалтырь наизусть. В нашей древней часословно-псалтырной школе дети просто прочитывали псалтырь и становились добрыми христианами. Когда возрождались церковно-приходские школы в конце XIX века, то первые два класса церковно-приходской школы включали в себя чтение псалтыри почти без всяких комментариев. Как мы скажем? Разве так учатся? Учатся. Мы же ведь у своих родителей, воспитываясь в семье, мы же усваиваем тот язык, на котором они говорят. Они же нам не рисуют, ни таблицы склонения, ни таблицы спряжения, не объясняют сложности слова. А мы потом вдруг, уже буквально в 2-3 года говорим, так же точно и псалтырь. Она формирует языковую православную картину мира. Обратимся опять к пророчествам Давида. Давид пророчествует и о том, чему предстоит еще сбыться, о страшном суде. У него немало таких псалмов. Вот есть у него один замечательный псалом, в котором он говорит, что вся природа, замученная грехами человека, будет радоваться второму пришествию Господню. Это Псалом 97 стихи 8-9. Реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются, от лица Господня, яко грядет, яко идет, судите земли. Перевод псалтыри с греческого приписывают Мефодию. Славянское слово псалтыри, ведь она с греческого переведена, иногда бывает точнее, чем даже в подлиннике. И это не случайно, потому что греческая псалтырь переводилась с еврейского подлинника за 200 с лишним лет до Рождества Христова. А славянская псалтырь переводилась, когда уже расцвела и процвела церковь христианская, это была середина IX века. И святые братья нашли очень точные высокие слова. Например, в греческом Анастасия это встание, а у нас ему соответствует воскресенье. Вот вдумаемся в слово воскресенье. Воскресенье. Что мы здесь видим? Мы видим приставку воз, суффиксение, окончание, а крест корень нам непонятен. Ну как непонятен? Если мы хорошо знаем говоры народные, например, украинский язык, мы знаем, что воскрес это раннее солнечное свежее утро. Быть на вскресу это значит выздоравливать, оживать после тяжелой болезни. Ольга, царица говорила, наша равнопостольная святая, она говорила уже мне мужа своего не кресите, то есть не воскресить мне. И вот крест это буквально, корень он таинственный для нас сейчас, он значит солнцеворот. Бога мы называем солнцем. К нам возвращается воскресением Бог солнца и оживляет, исцеляет, обновляет всё вокруг, растопляет старый снег, который есть греховная зима языческого неверия, как писал святой Кирилл Туровский. Псалтырь не только нас учит поэзии, не только вводит нас в глубокие смыслы и символы, она ещё, псалтырь, и грамматически формирует наше сознание. Ведь вот посмотрите, как интересно. Блажен муж и женей динасовет нечестивых, число единственное. Потом говорится, что этот муж как древо будет насажденной происходить. Вот. И лист его не отпадет. Ну что, разве у дерева только один лист? Почему-то Давид употребляет только один вечно зеленеющий, не отпадающий лист. Плод добродетелей. А вот Пушкин, он прекрасно знает первый псалом Давида, а мы-то уже нет. И мы можем не понять, почему Пушкин в том же своём произведении Евгений Онегин пишет с иронией о блаженном человеке, который живёт заземлённо. Блажен, кто с молоду был молод, кто вовремя созрел, кто благополучно женился, и о ком вот окружающий твердили целый век. Н.Н. Он прекрасный человек. Для нас же важна оценка не окружающих, а самого Господа. И здесь, конечно, ироническая строфа Пушкина. А затем Пушкин размышляет в следующей строфе. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осени гнилой. А у Пушкина листья. Почему? У цирковного языка есть такая особенность. Слово в единственном числе значит одно, а во множественном прямо противоположное. Например, Бог. Истинный Бог. А Бози. Уже ложные идолы. Царь. Царь небесный и цари земные. Их много. Господь. Это Бог. А много господей, как пишет апостол. Да все они земные властители, но и не равны Господу Богу. И так у слова Бог нет множественного числа. И слово лист в этом отношении, как вот зрелый единый плод, тоже не имеет множественного числа. А листья это вот все тленное, все наше земное. Раньше псалтырь звучала и в церкви на богослужении, и дома, на домашней молитве. В каждом доме была книга Псалтырь. И над покойниками. Даже внуков своих бабушки и дедушки отправляли учиться только потому, что надеялись, что над ними они потом Псалтырь прочтут. По их упокоении. А теперь мы должны вернуться к книге Псалтырь и с прилежанием читать ее и восстанавливать ту яркую и богатую православную картину мира, которая всегда была в русском языковом православном сознании. Христианин в этом мире всегда победитель. Побеждает, как мы увидели, он не какими-то мощными оружиями, ракетами или бомбами с точечными ударами, он побеждает кротостью и смирением, даже если его замучают. Он тем более станет победителем, потому что мученическая кровь есть семя, из которого прорастает новое поколение верующих, есть семя, из которого прорастают новые святые. Прочитаем стихотворение Алексея Хомякова, которое посвящено Давиду, кроткому псалмопевцу Давиду. Певец-пастух на подвиг кратный не брал ни тяжкого меча, ни шлема, ни брони булатной, ни лад с саулова плеча, но духом Божьим осененный он в поле брал кремень простой и падал враг иноплеменный сверкая и гремя броней. И ты, когда на битву с ложью восстанет правда дум святых, не налагай на правду Божью гнилую тягость лад золотых. Доспех Саула ей окова, Саулов тягостен шелом, ее оружие Божье Слово, а Божье Слово Божий гром. Задание к уроку Задание первое. Объясните особенности произношения и употребления букв ПСИ и ПСИ. Задание второе. Запишите по-церковно-славянски следующие слова ПСАЛОМ АПОКАЛИПСИС МАКСЕНТИЙ Задание третье. Запишите и постарайтесь запомнить числовое значение букв КСИ и ПСИ. ПСАЛОМ ПСАЛОМ Субтитры создавал DimaTorzok